Фимочка, теперь давайте мы споём все старые хором. Надо сказать, что Фима стал замечательным драматическим артистом. Фимочка, сколько у тебя театральных ролей, признайся? Ну, в моём возрасте трудно уже. Ну, плюс-минус. На самом деле, на самом деле не стал. На самом деле был. Потому что когда я поступил на курс, значит, Романа Григорьевича Виктюка, то я прежде попал в театр. Правда, Ромка был победнее тогда одет? У него была униформа режиссёра 70-х. У него была водолазка одна. Вот 4 года я её помню. И была кожанка такая. А кожанка это была униформа не комиссаров в те времена, а это была уже униформа режиссёров провинциальных театров. Вот если зайти в ВТО на тогдашний Горьков, все были в кожанках, водолазках и в том, что они называли джинсы. Вот. Все 4 года я помню его в этой форме. И благодаря ему я пришёл в театр раньше, чем на эстраду. Я должен развеять это твоё заблуждение. В 77-м году он меня привёл буквально за руки в студенческий театр Московского университета, который он возглавлял. И так получилось, что моя первая работа в театре «До свидания, мальчики», где я играл Сашку Кригера, опередила все мои эстрадные работы. Так что мой театральный стаж гораздо больше. Ну, конечно, он не может сравниться с вашим стажем, потому что там Грибов, Яншин, Станиславский, Данчин. Фима, ну дальше ты покинул театр. Нет, я изменял ему. Изменял, изменял. Так вот я хочу знать, сколько всё-таки у тебя театральных ролей. Плюс-минус. Ну, не знаю, штук 15, наверное. Про козу рассказывай, Олби. Можно я быстро расскажу? Конечно. Роман Григорьевич дерзкий режиссёр. Помимо того, что он нам орал после каждого этюда «Спасибо, Гамлет из Кислодрыщинска!», помимо этого, вдруг на пороге там уже серьёзных лет он решил поставить козу, Олби. Во всей мировой драматургии ничего не нашлось другого. Вот. Волчика отвергла. Все, 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 кто угодно отвергла. Роман Григорьевич нужен был этот Мартин, который влюбился и жил с козой. Ещё раз. Ничего смешного нет. Ничего смешного нет, потому что... Да не надо хихикать. Это драма. Но на самом деле за этой историей потянулась другая история. Потому что Эдвард Олби был жив. И для того, чтобы сыграть в его пьесе, в его театральном агентстве нужно было добиться разрешения. Туда, в Штаты, полетели мои фотографии. Маленький взрослый комсомолец, октябрёнок, в ролях, на эстраде, с бабочкой, без бабочки. И пришёл утвердительный ответ. Этот человек может полюбить козу. И я любил её очень недолго. Потому что Роман Григорьевич ставил на века, и она шла ровно год. Но недавно, просматривая плёнку этого спектакля, я могу вам сказать точно, серьёзно и без всяких вот... Яких. Яких. Вот как ты... Я здесь. А что значит школа-студия МХАР? Бахтангвец бы никогда не подсказал. Вот. Без всяких яких. Я вам могу сказать, что это один из лучших спектаклей Виктюка. Один из лучших. Один из самых пронзительных. Молодец. Самых трагических. Самых сложных и самых глубоких. И очень жалко, что этот самый... Иногда Роман Григорьевич опережал время. И... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фимочка, с днём рождения тебя. Фимочка, с днём рождения. Спасибо тебе большое. С днём рождения. И многих... Многих... ПЕС. АПЛОДИСМЕНТЫ С днём рождения тебя. С днём рождения тебя. С днём рождения, красиво. С днём рождения тебя. А на английском будем петь. Она говорит, что твой легкий тоже не те, чтобы постирался. Я считаю символичным в моей судьбе вот это вот сочетание двух праздников. И так как, значит, этому дню театра предшествует мой день рождения, я как мальчик на именинах хочу рассказать стихотворение и песенку. Ну, стихотворение будет серьезное, но короткое. Но я думаю, что это стихотворение при желании мог бы рассказать каждый из нас. Это стихотворение Давида Самойлова. Вот я перед вами стою, я один. Вы ждете какого-то слова или знания, или, может, забавы, мол, мы поглядим. Здесь львиная прыть или мощь обезьяньи. А я перед вами гол, как сокол. И нет у меня ни ключа, ни отмычки. И нету рецепта от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке. Учитесь на мне. Изучайте на мне свои неудачи, удачи, тревоги. Ведь мы же не клоуны, но мы и не боги. И редко случается быть на коне. Вот я стою перед вами. Один не жду одобрения или награды. Стою у опасного края эстрады. У края, который не переходи. Вы все знаете, вы все видели. Сколько было ошибок и драк. Сколько раз меня люди обидели. Так ведь я же и сам не дурак. Грешил и каялся. Это дело прошлое. Но не ручаюсь, что опять не согрешу. Прости нас, Господи, за все хорошее. А за плохое и прощение не прошу. Прости нас, Господи, за все хорошее. А за плохое и прощение не прошу. Вы все видели. Вы все знаете. Как сомненье вселилось в меня. Даже в Библии не прочитайте. Прости нас, Господи, за все хорошее. А за плохое и прощение не прошу. Прости нас, Господи, за все хорошее. А за плохое и прощение не прошу. Вы все знаете. Вы все видели. Сколько было ошибок и драк. Сколько раз меня люди обидели. Так ведь я же и сам не дурак. Прости нас, Господи, за все хорошее. А за плохое и прощение не прошу.